Дом эстетики и медицины Формула Ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении Некоторые популярные стилисты сегодня отрицают теорию цветоведения Мотивируя это тем, что современная мода допускает в том числе и цветовую дисгармонию Между тем, искусство макияжа просто не может существовать без знаний колористики В этом убедились слушатели профессионального мастер-класса для визажистов Цвет является неотъемлемой частью жизни каждого человека Он как художественное самовыражение, которое мы применяем в нашей одежде, мейкапе и образе в целом Но что же такое цвет, каковы его эстетические возможности, как он работает на нас, а как против Об этом в рамках своего мастер-класса рассказал визажист Дмитрий Ряшин Первое, это нужно всегда понимать, что цвет – это субстанция непостоянная И на самом деле, как я всегда говорил на семинаре, цвета не существует Это всего-навсего то, что проектируется у нас из головы Опытные колористы рассматривают цвет не только в художественном контексте Но и с точки зрения психологии и даже физиологии Поскольку оттенки способны влиять как на эмоции, так и на работу всех систем организма Каждый сталкивается с ним каждый день Но не все умеют им манипулировать и делать из этого какие-то выводы Потому что на самом деле, если взять нужные цвета в гардеробе, в макияже То жизнь можно повернуть совершенно в другом ключе И сделать ее яркой, более интересной, более насыщенной Я думаю, что сегодня у них будет огромный багаж знаний Которые поможут им в дальнейшем в работе Также в работе как стилистов и визажистов Интересна подача, интересно вообще, как он это все транслирует Потому что ломает стереотипы на раз И я думаю, что он будет очень много часто отвечать на наши вопросы Потому что кто как нему именно работает с цветом Подача мне очень нравится То есть информации много, информации много новой для меня интересной Думаю, что это пригодится мне в работе Рассказывает очень понятным языком Нового не очень много узнал, но узнал То, что узнал новое, очень полезно В работе визажиста, как и в большинстве творческих профессий Нет предела совершенству А такую сложную тему, как колористика, можно изучать бесконечно Каждый раз, находя в этой игре света и цвета, что-то новое для себя Вы смотрите Бьюти Тайм Далее в выпуске о верхней одежде И ее стильных сочетаниях с остальными элементами гардероба Верхняя одежда сегодня существует не сама по себе А в связке с основным гардеробом Являясь логическим продолжением концепции всей коллекции В рамках которой она создавалась Дизайнерская одежда – это фирменный стиль, помноженный на тенденции Узнать о которых мы пришли в школу стиля Всегда, когда создаешь коллекцию для своего магазина, выбираешь Выбираешь именно те марки, которые ты сама любишь И хотелось бы тебе носить их в жизни И поэтому в свое окружение, естественно, ты тоже хочешь выглядеть Чтобы женщины были красивыми, элегантными, легкими, современными И вот именно поэтому я остановила свой выбор на этих двух марках Для того, чтобы наши женщины имели возможность действительно покупать у нас в России вещи европейского качества И выглядеть, ну, действительно так, как им бы хотелось В первую очередь тандем теплой верхней одежды и базового лука Объединяет стиль, следом приятное глазу, сочетание фактуры форма и, конечно же, цвет Свежие оттенки, небесно-голубой, сочетание со светло-серым, тот же серо-бежевый Сложные голубые с теплыми вкраплениями, много палантинов, мягких фактур Великолепные брюки с легким спортивным налетом Вполнены из классической шерстяной ткани из вида И в то же время украшены спортивными элементами Кулиса, лампас и накладные карманы Интересные трикотажные формы Несколько вариантов двусторонних вещей Когда мы имеем возможность создавать разные образы На основе буквально трех-четырех базовых вещей Современные дизайнеры, они как архитекторы То есть настолько интересная форма кроет Много геометрии используется, интересной, неожиданной Известно, что одежда преображает человека Но в некоторых случаях и человек с его природными данными и харизмой Может преображать творения модельеров Так рождаются новые характеры и эмоции Отличные от тех, что бывают представлены на подиуме или в лукбуках Мы те, кто отказывается от сна в пользу завтрака для своей семьи Те, кто способны владеть семейным бюджетом Те, кто сворачивает в бизнесе горы Но не забывай это самым главным Те, кто решает забыть негативный опыт И довериться надежным специалистам И не желает экспериментировать со своим здоровьем Выбирай ДНК-клинику Эксперта женского здоровья Челябинск 211-0303 Школа практики и роста представляет Впервые в Челябинске бьюти-марафон 15 известных стилистов России в режиме нон-стоп Представят актуальные техники выполнения стрижки, прически и макияжа Также в программе фотосессии и конкурсы с призами 30 ноября Отель Малахит Мега-мастер-класс для парикмахеров и визажистов Регистрация marafon-rosta.ru Итальянская одежда Елена Миро С расширенным размерным рядом Уже сейчас скидки до 20% на новую коллекцию Елена Миро, проспект Ленина, 65 Лариса Ринар снова в Челябинске Творческая встреча с читателями состоится 1 ноября в Библиоглобусе ТРК Фокус А 2 ноября ждем вас на мастер-класс Круг женской силы «Перезагрузка» Подробности по телефону 8-912-807-00 И 8-912-79-17-555 Мода как увлечение Источник дохода и образ жизни О личном и профессиональном Типичном и нестандартном Об истории развития Прогнозах и перспективах моды в Челябинске Рассказывают те, кто ее создает Нельзя делать быстро, это ручной труд Невозможно не любить, если ты здесь работаешь И невозможно работать, если ты не любишь Это же так здорово, это так легко Привез, накрутил, продал Новый проект «Бьюти Тайм» Мода как бизнес В новом телевизионном сезоне на 31-м канале Вы смотрите программу «Бьюти Тайм» Продолжаем выпуск Ее профессиональная деятельность Всегда была связана с модой Работала управляющей в салонах красоты Участвовала в фэшн-проектах Но всегда при этом увлекалась спортом После рождения второго ребенка Наталья Макарова Вернулась в спортзал, чтобы привести себя в форму И втянулась настолько Что стала выступать в турнирах По фитнес-бикини Доказав тем самым, что спортивная карьера Может начаться и после 35-ти Я вообще с детства мечтала об этом виде спорта И в 15 лет я пошла в тренажерный зал Были обычные покрашенные стены И было просто железо Когда мы, ну вот называют у нас в нашем виде спорта Ни кетлер там, ни какой там фирмы С мягкими подголовниками с удобными И их было, конечно, очень мало Не было, как сейчас у нас, много клубов Очень много программ Очень много спортивного питания Раньше, конечно, это все был дефицит И прогресса, конечно, такого не было Фитнес-бикини вообще возникла Глядя на девочек-моделей Высокие, красивые девочки Стройные Но при этом они должны быть потянутые Как приходят девочки одни Через полгода они уже становятся вообще другие И они становятся рельефные Они становятся красивые Они умеют себя показывать И их можно уже выпускать на сцену Когда ты выходишь на сцену Ты не просто туда выходишь То есть есть определенные параметры Есть по федерации Определенная постановка рук, головы, тела Работают все группы мышц Это позирование Это работа еще с одним тренером И идет работа над луком С визажистом, стилистом Придумываем купальник Подбираем стразы Это где-то мы делаем за месяц Примерно до соревнований Это, конечно, очень большой труд Труд это однозначно Это выдержка, конечно же Выдержка и физическая, и моральная, и психологическая Потому что сначала тело у тебя пугается Ты поднимаешь большие веса То есть ты делаешь с большими весами Потом ты перед соревнованиями Переходишь на маленькие веса Сначала ты много кушаешь Потом ты кушаешь мало Потом у нас есть такое понятие Ходишь на сушку перед соревнованиями Не надо этого бояться Но это труд По силам это не сказать, что перед соревнованиями Становится больше тренировок То есть там немножко другого характера тренировки Там больше ровные нагрузки Чуть-чуть другая диета То есть чуть поменьше водички За несколько дней до соревнований То есть такие моменты А так в целом Вообще период делится на период, когда набираем глубокую мышечную массу И на период сушки Они оба разные Оба в своих особенностях Поэтому Какой из них тяжелее? Кому-то дается тяжелее масса на бло Кому-то тяжелее дается сушка Это очень индивидуально До день до соревнований я не сплю всю ночь Я волнуюсь, переживаю, как будто я иду на экзамен Сдавать экзамены И это настолько как бы волнительно И настолько очень все серьезно Пошив купальников Вот эти стразы Потом вот этот грим Когда ты смотришь на себя Вот этот профессиональный макияж То есть прическу делаешь Нет, это очень все прям завораживающе Все мы люди И это не значит, что у соревновающихся атлетов Они прям вот всю жизнь Все круглогодичные Они лишения У нас есть определенные периоды Где да, себя нужно ограничивать Есть периоды, где ты можешь расслабиться Что-то себе позволить Того же вина Немножко тортика Понюхать его чуть-чуть Я призываю просто Женщин и девушек После 35 Вообще заниматься фитнес-бикини Это очень красиво Когда вы выходите на сцену В этом возрасте Это просто красиво Это смотрится очень эффектно Во-первых, когда выходят девочки Они девочки По ним видно, что им 20 лет Они такие еще молоденькие Взгляды у них такие И когда выходят уже после 35 Девушки, да, уже мастера Бикини-мастера У них даже взгляд другой То есть они себя несут на сцене По-другому Уже более осознанно Более серьезно Я просто рекомендую всем заниматься После 35 Вообще этим видом спорта Вы смотрите Бьюти Тайм В продолжении выпуска Несколько практичных комплектов Из коллекции наступившего сезона С наступлением холодного сезона В нашем гардеробе Меняются предпочтения Не только в цветовой палитре Но и палитре фактур Пластичная, богатая и уютная Замша – абсолютный хит На подиуме, так и в жизни Ее вариации идеально вписываются В моду 70-х Столь актуальную в сезоне Осень-зима 16-17 В Замше представлены Не только верхняя одежда Но и практически все предметы гардероба Платья, брюки и юбки Наряду с Замшей Очень популярны Другие ворсовые поверхности Например, вещи из махера Подобные свитера Пересекаются с панковской Гранжевой стилистикой На противоположном конце Текстильного предложения Находятся глянцевые Блестящие ткани Особенно хорошо Они смотрятся на контрасте Со всем, что попадают В категорию casual или спорт Все вышеупомянутые фактуры Идеальны для тандема с трикотажем Особенно в прошлом зимнем сезоне Был настоящий трикотажный бум В этом же году тренд продолжается Но уже идет на уголь Потому так важно Несесть его в сложные Многослойные подачи Программа Beauty Time Совместно с Клиникой лазерной хирургии Косметологии Диплекс Представляет научно-популярный проект Академия доктора Диплекса Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия Эффективность домашнего ухода Заменит ли косметология Пластическую хирургию? Кому противопоказана лазерная шлифовка? С какого возраста рекомендованы Инъекционные методики? Эти и другие темы Раскрывают в подробностях Сотрудники Академии доктора Диплекса Смотрите в выпусках Beauty Time Тайвай Все виды тайского и балийского массажа В премиум формате Территория тайского спа Тайвай Российская 206 Телефон 223-23-20 Подробное описание СПА-программ Ищите на сайте Элегантный дизайн новой коллекции И неизменно высокое качество За которое Вам так нравится Польская одежда На Пушкина 65 И Сони Кривой 30 Клиника лазерной хирургии и косметологии Диплекс Легендарная клиника Где меняются судьбы Телефон 211-23-23 Информационный портал Моя Новая Жизнь Точка РФ Мы те, кто способен Сворачивать в бизнесе горы Но не забывает о самом главном И не желает Экспериментировать Со своим здоровьем Выбирай ДНК-клинику Эксперта женского здоровья Приглашаем на день Открытых дверей По вопросам Лечения бесплодия Челябинск 211-0303 Это Beauty Time Красивые подробности Красивых событий В формате ноу-коммент В завершении выпуска ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Выпуски Бьюти Тайм и другие проекты о красивой жизни всегда на сайте bt31tv.ru А у меня все, до встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211 50 30. Стилисты проекта. Модный дом Я. Имидж-студия Елены Ивановой. Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»!